Здравствуйте, дорогие телезрители, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Один философ и писатель 17 века сказал, «Ни в коем случае не стоит открывать дверь меньшему злу, потому что вслед за ним прокрадется и другое зло, которое может быть намного худшим». Как это относится к греху, мы увидим сегодня на примере Иуды, одного из сыновей Иакова. Порой мы считаем, что пара небольших грехов не сделает ничего плохого, но Иуде довелось узнать, что даже маленькие грехи могут привести к большим, и после них могут быть тяжелые последствия. С каких ошибок он начал и что последовало далее, вы узнаете в сегодняшней проповеди. Итак, давайте сначала прочитаем стихи с 1 по 11, 38 главы книги Бутие. Тут написано «В то время Иуда». «Отошел от братьев своих и поселился близ одного аддаламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда, дочь одного хананиянина, которому имя Шуа. И взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шелла. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда, жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. «И сказал Иуда, Анан, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Но Анан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. «Зло было пред очами Господа то, что делал он. И он умертвил и его. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой, ибо он сказал так, не умер бы и он, подобно братьям его». Фомар пошла и стала житься в доме отца своего. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде чем продолжить в 39-й главе повествования об Иосифе и рассказать, как же жилось Иосифу в Египте, Моисей вставляет в свою книгу еще одну главу, часть которой мы только что прочитали. Когда читаешь ее в первый раз, то думаешь, ну и при чем тут эта история? Кажется, что история об Иуде и Фомаре приведена Моисеем не к месту. Не кажется ли вам, что он отклонился от основной нити повествования? Но это первое впечатление в итоге оказывается неверным. Потому что даже история об Иуде и Фомаре показывает нам то же самое, что показывает нам история об Иосифе, а именно, что Бог, несмотря на неудачи, несмотря на грехи, все же последовательно осуществляет свой замысел. И поэтому мы можем полностью уповать на Него. Он показывает нам, что Ему можно и нужно доверять. В этой главе рассказывается об Иуде, сыне самого Иакова. И Библия тут не делает никаких попыток приукрасить эту историю. Она не ретуширует темные пятна и неровности, которые были свойственны Иуде, как это сегодня делают при помощи фоторедактора в журналах. Там обычно убирают все несовершенства на фотографиях. Библия так не поступает. Она, на удивление, трезва и вполне реалистично описывает плачевное положение этой семьи. Поэтому на наших глазах происходит настоящее чудо, ведь Иисус Христос происходит именно из этой семьи. Ибо послание к евреям сказано, ибо известно, что Господь наш высиял из колена Иудина. И Бог на основании истории семьи Иуды показывает нам, что его избрание этой семьи было основано не на заслугах, а на благодати. А еще Он показывает нам, что Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Также Он показывает нам, что достоинство Иисуса Христа не проистекает из Его родословной, а покоится исключительно в Нем Самом и может быть найдено исключительно в Нем Самом. Так давайте же посмотрим, что за семья была у Иуды. В первом стихе нашего отрывка мы читаем о том, что Иуда покинул семью. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира. Казалось бы, можно было и пропустить эту информацию, но все же этот стих имеет важное значение для последующих событий. Иуда, один из братьев Иосифа, ушел из своей семьи. В пути он встречает Хиру, человека из города Адалам. Это был ханаанский город, где находилась резиденция местных царей. Предположительно, в то время Иуда был еще подростком, и для него было практически невозможно найти себе благочестивых друзей, потому что в те времена было еще мало тех, кто верил в Бога Авраама, Исаака и Иакова. А найти друзей среди своей семьи для него тоже было очень трудным, потому что мы знаем, что его братья перессорились между собой. Его папа отдавал особое предпочтение Иосифу, а в итоге остальные братья бросили Таево в яму, а затем продали в рабство в Египет. Внутри этой семьи царило напряжение. Этот момент напоминает нам о его сестре. Дина вышла посмотреть на дочерей земли Той, и Иуда сделал то же самое. Он покинул своих братьев и стал искать себе других друзей, и в итоге стал общаться и дружить с Хирой. Он стал новым приятелем Иуды. Он был адаламитянином, то есть Хананеем. И точно так же, как прогулка его сестры Дины к дочерям земли, в которую переехала ее семья, привела к ужасной трагедии, мы помним, что там, в Сихеме, она была изнасилована. И чтобы отомстить за нее, ее братья пришли в Сихем и устроили там ужасную резню. Так и уход Иуды в мир язычников тоже имел ужасные последствия. И какие же уроки мы можем извлечь для себя из этой истории? Какие духовные истины мы можем вывести из этих обстоятельств? Часто решения, которые мы принимаем, на первый взгляд кажутся нам незначительными. И все же они, подобно маленькому камешку, могут вызвать гигантскую лавину. Поэтому Священное Писание увещевает нас. Обдумай стезю. Это книга притчей. «Обдумай стезю для ноги Твоей, и все пути Твои добудут тверды». А в другом переводе Библии этот стих звучит так. «Следи за тем, куда ступает Твоя стопа, и тогда все пути Твои придут в порядок». Так что думайте о том, куда вас могут привести всякие мелкие решения. Иуда все еще не видел, куда его вел выбранный им путь. Вот почему я и думаю, что любая попытка поговорить с ним в этот момент была бы тщетной. «Ах вы, святоши, почему вы так плохо относитесь к заведению друзей в Хана? Разве может такая дружба привести к чему-то плохому? Не надо так к ним относиться». Иногда и мы слышим подобные слова на многих наших душепопечительских беседах. Совсем недавно у меня как раз состоялась такая беседа, и на ней я спросил человека, чьему влиянию ты и сейчас подвержен. Ты же знаешь свою жизненную ситуацию. Кто сейчас Твои советчики? И мне ответили, «Все не так уж и плохо». Но на самом деле у этого человека не было друзей, считавших Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У него в окружении не было людей, которые могли бы привести его назад к Богу. Его окружали одних аноней, такие, каким был этот хиро-адолометянин. И поэтому позвольте задать вам сейчас следующие вопросы. Кто ваши советчики? И куда ведут вас те друзья, которых вы себе выбираете? Это не просто какие-то моралистические слова. Это Слово Божие обращается к нам и спрашивает, кем вы себя окружаете. Окружают ли нас насмешники? Но это не означает, что вы должны оборвать контакты со всеми людьми из этого мира и сказать им, «Я не хочу иметь с вами ничего общего». Мы не отшельники, которые живут где-нибудь в пустыне. И все же мы должны задать себе вопрос, «Кому я посвящаю свое время?» Мэтью Генри написал следующий комментарий. Именно к этому отрывку из Библии. «Те, кто оставляют своих братьев, а также презирают общество с именем Израиля и отказываются от него, а именно так и было в случае с Иудой, и вместо этого выбирают себе в товарищей хананеев, быстро идут ко дну. Для молодых людей, мы можем сказать, что и для всех людей, выбор правильных друзей имеет далеко идущие последствия, потому что довольно скоро они начнут подражать им, подстраиваться под них и будут судить о себе с точки зрения своих друзей. Ошибка с этим выбором часто бывает разрушительной. Мы должны учитывать тот факт, что заразно нездоровье, а болезнь. Но как же возникли горе, катастрофы и грех, которые мы можем видеть впоследствии в жизни Иуды? А возникли они из-за этого, казалось бы, незначительного его решения? «Я покину Израиль, я покину детей Божьих, я пойду собственным путем». Второй момент. Иуда не просто покинул свой дом и увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Вот как все было. У нового приятеля Иуды Хиры были и другие друзья, и он познакомил Иуду с другими хананьями. Это логично, это совершенно естественный процесс. И вот Иуда осмотрелся вокруг и увидел милую девушку. Он влюбился в нее. В Библии об их отношениях сказано очень кратко. «И взял ее и вошел к ней, и точка». Тут мы не видим ни слова об Иакове, которому по обычаям того времени следовало искать жену для своего сына. Иуда ушел из семьи. Что же это за отклонение от убеждений его прадеда Авраама? Вы помните, как он искал жену для своего сына Исаака? Он сказал своему слуге, «Клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли». Это было для Авраама очень важно. Поэтому он и сказал слуге, «Клянись, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, к моим родным, и там возьмешь жену, сыну моему Исааку». И тогда слуга спросил Авраама, «А что, если она не захочет пойти со мной? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» «Нет, нет, здесь земля обетованная. Он должен жить здесь. Если она не пойдет с тобой, ты будешь свободен от этой клятвы. Только не приводи сына моего туда. Только не возвращай сына моего туда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего. И вот через несколько поколений мы видим его правнука. Куда же делась была решительность этой семьи? Она попросту исчезла со временем и стала слабее. А куда же делась былое рвение к божественным и чистым бракам, которым отличался дед Иакова и прадед Иуды? Всего три поколения спустя. Происходит следующее. Сначала член этой семьи заигрывает с Хананинкой, а затем и женится на ней. Мы видим, что это небольшое решение помогли Иуде принять его друзья, живущие за пределами Израиля. И вот что мы читаем далее, что жена Иуды, и вот что интересно, мы о ней практически ничего не знаем. Мы даже не знаем ее имени. Так вот, жена Иуды забеременела, причем целых три раза. Первого сына назвали Ир, второго назвали Анан, а третьего шелом. Своему первенцу Иуда нашел жену по имени Фомарь, но первенец Иуды по имени Ир, согласно Библии, был так, не угоден, что о нем сказано вообще просто, и умертвил его господство. Когда я в первый раз прочитал этот стих, я подумал, ничего себе, вот это да, как все быстро, а? Но давайте же мы сегодня разберем, что означают эти сказанные в Библии слова «был не угоден предотчами Господа и умертвил его Господь». Такой поступок самого Бога был ничем иным, как проявлением его справедливости. мы читаем об этом в Священной Библии и содрогаемся от ужаса. Да как это? Бог решил вот просто так взять и убить кого-то? Но мы должны не забывать о том, что все мы, как учит нас Библия, заслуживаем смерти. Возмездие за грех — это смерть. А также мы знаем, что нет праведного ни одного. а это означает, что Бог действует полностью праведно и может сразу же забрать у нас жизнь, ибо мы живем по чистой благодати, а не по заслугам с нашей стороны. Но этот Ир, старший сын, должно быть, был настолько неугоден Богу, что Бог прямым текстом сказал «хватит, пора с этим заканчивать». Иногда Бог вершит свое правосудие очень быстро и безоговорочно, и поэтому Он лишил этого молодого человека жизни. А ведь она поддерживалась в нем исключительно милостью Божией? Должно быть, он был очень злобным человеком, поэтому-то Бог и убил его. У Ира не было детей, но была жена и два младших брата. Следующим «По старшинству шел Анан, и он должен был жениться на вдове своего старшего брата в соответствии с древним обычаем. А также этот Анан должен был зачать сына со вдовой своего брата, чтобы наследие и имя первенца Иуды, который теперь был мертв, нашли свое продолжение. Позднее Моисей во второзаконии сделал это законом. Этот процесс был узаконен, и это называется либератным браком. Анан согласился жениться на вдове своего умершего брата, но при этом у него и в мыслях не было выполнить свой долг и зачать с ней сына, потому что тогда бы это был не его потомок. Анан повел себя совершенно эгоистично, он не хотел делать наследника для своего брата, и это тоже было неугодно Господу, ведь Анан нарушил возложенные на него обязательства. Поэтому в 10 стихе нашего сегодняшнего отрывка мы читаем «Зло было предочами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Я думаю, что после такого Иуду бросало из жара в холод, что за женщина это Фомарь. Один сын умер, второй сын умер, теперь у меня остался всего один сын, и по закону, по возложенному на него обязательства, теперь он должен жениться на этой Фомаре. Я думаю, Иуда испугался после такого. И вот как описывается этот момент в Библии. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, «Живи вдовою на вдоме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой». Ибо он сказал, не умер бы и он подобно братьям его, если бы стал жить с этой Фомарию. Шелла был еще слишком юным, чтобы жениться, но Иуда боялся за него, и поэтому он никогда открыто не заявлял, что выполнит свое обещание и женит своего младшего сына на Фомаре. Он не сделал этого, но он обещал это сделать. Одна из самых больших трудностей в жизни христианина это быть безупречно и безукоризненно честным. Если вы говорите, что вы что-то сделаете, то вам и следует это сделать. А если вы этого делать не собираетесь, то не надо об этом и говорить. Но на этом грех и бесчестье в семье Иуды еще не достигли своего апогея. Фомарь все ждала и ждала. Пока Иуда выполнит свое обещание, но он этого все не делал, поэтому она взяла это дело в свои руки, как мы можем видеть далее, начиная с 12 стиха. Но какие же уроки мы можем извлечь для себя из этих стихов? Моисей в своей книге представляет нам Иуду, одного из праотцев Иисуса, без всяких прикрас. Он был молодым человеком, который покинул свою верующую семью, отправился искать друзей в Ханаане, сбился с истинного пути, бросил на ветер убеждения своих праотцев, взял себе жену Ханане и, наконец, не сдержал слова данного своей невестке. Вот таким и был Иуда. Иисус пришел как раз для таких людей, как Иуда. Он пришел не для здоровых людей. Здоровым людям не нужен врач. Он пришел для больных людей. Он хочет исцелять больных. Он хочет помогать грешникам и посылать им прощения. Вы принимали когда-нибудь в своей жизни неверные решения, окружив себя при этом людьми, которые отдаляли вас от Бога? Вы давали когда-нибудь обещания, а потом их не выполняли? Принимали когда-нибудь в своей жизни решения, из-за которых ваша жизнь начинала идти по спирали вниз, а потом вы оглядывались назад и задавали себе вопрос. Что же я наделал? Смогу ли я выбраться из этой ситуации? Иуда убегал от Бога, но Бог всякий раз догонял его. Если уж он был милостив и милосерден к Иуде, то поверьте мне. Он может быть таким же и с вами, простить все, за что вам стыдно, всю вашу вину. Так пусть же Бог будет милостив к вам, если вдруг вы совершите ошибку. Аминь. Слава 危 Czy mij got ein reines hertz ein reines hertz ein reines hertz Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, das ungeteilt nur dich erehrt. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, das ungeteilt nur dich erehrt. Ja, das betreut mich nicht, dass Jesus für mich erstaunt, der dich so bewertet. Ja, das betreut mich nicht, dass Jesus für mich erstaunt. Ja, das betreut mich nicht, dass Jesus für mich erstaunt. Ja, das betreut mich nicht, dass Jesus für mich erstaunt. Ja, das betreut mich nicht, dass Jesus für mich erstaunt. Ja, das betreut mich nicht, dass Jesus für mich erstaunt. Ja, das betreut mich. Na сегодня это все, до свидания. Wir freuen uns, wenn Sie und unsere nächsten Programme sehen. Продолжение следует... Вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет.